Музыка Каждый год с наступлением осени у Дмитрия Петровича Ануфриева появляются дополнительные хлопоты. В Астраханском инженерно-строительном институте, которым он руководит, начинается очередной учебный год, а вместе с ним неизбежный процесс обновления, связанный с приходом в ВУЗ нового потока студентов. Да, и на избирательном округе депутата Ануфриева в это время тоже хватает проблем. Казалось бы, подготовка к отопительному сезону близится к концу. Однако многих жителей спального района по улице Татищева не покидают опасения, будет ли тепло в их квартирах вовремя. Пройдя все инстанции и не получив необходимых гарантий от эксплуатационников, жители округа идут на прием к своему депутату. Но ведь и он не волшебник. К сожалению, не всегда депутат может, скажем так, помочь, даже не ввиду того, что он не может или не хочет, а ввиду того, что время было упущено. То есть некоторые моменты слишком поздно поднимаются жильцами. Например, не проведены ремонтные работы, и, соответственно, дом не готов к отопительному сезону. Не проведены в летний период, допустим, ремонт крыш. Не проведены в летний период, когда наиболее благоприятные условия ремонт внутри дворовой территории осенью, похолодание. И, собственно говоря, мы сейчас наблюдаем это похолодание. Уже ни работы, связанные с укладкой асфальта, ни работы, связанные с ремонтом мягкой кровли, технологически они не дадут того действительного эффекта. Это будет некачественно выполненная работа. Но не говоря уже о ремонте системы отопления. Вот и жители дома номер 23 по улице Савушкина накануне отопительного сезона тоже оказались в критической ситуации. Управляющая компания затянула сопрессовкой отопительной системы. А пару недель назад ее представители и вовсе признались в отсутствии необходимых для этого кадров. В ближайшее время жильцам дома, в основном пожилым людям, предстоит расстаться с недобросовестным партнером. Но теплее от этого в их квартирах не станет. Теперь одна надежда на депутата. И Ануфриев уже начал действовать. Во-первых, вышел на управляющую компанию. Управляющая компания, которая обслуживает этот дом, не имеет фактически вот тех трудовых ресурсов, которые бы позволили им обслуживать те дома, которые у них находятся сейчас под управлением. И пришлось подключать компании, которые способны выполнить эту работу качественно и в такой очень короткий промежуток времени, когда вот не в плановом режиме можно устранять проблемы, а вот именно вот так фактически пожарным образом. И, конечно, нахождение средств. Нахождение средств на материал, нахождение средств на выполнение работы. Своё бессилие в решении проблем благоустройства и быта чиновники нередко мотивируют отсутствием средств. По мнению Ануфриева, это отговорки. Так ещё в начале сентября он выделил из своего депутатского фонда 200 тысяч рублей для того, чтобы привести в порядок зелёный наряд студенческого парка, примыкающего к АЭСи. Муниципальная структура, ответственная за благоустройство, провела обрезку и распиловку старых деревьев. Но вывести сухостой с территории парка не удосужилось. Так что сегодня дорожки и другие уголки парка больше похожи на свалку. В этой ситуации депутат намерен предпринять самые решительные меры к нерадивым исполнителям. Какими будут ваши дальнейшие действия? Работа, работа с властью района, работа на более высоком уровне. Если здесь не найду понимания, конечно, буду идти, буду стучать во все колокола. То есть это и по замам по благоустройству с Диденко, и с Михаилом Николаевичем Столяровым. Но, конечно, это нужно ситуацию исправлять, потому что она за этот год, несмотря на выделение средств, не только не улучшилась, она ухудшилась. Человек энергичный и деятельный, ректор АЭСи, стал активным проводником новой стратегии депутатского корпуса Городской думы. Он умело сочетает политику малых дел с реализацией проектов особой социальной значимости. И в этом его готовы поддержать многие астраханцы.